Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова Екатерина Волкова, акушер-гинеколог. Рада вниманию к моему каналу, потому что сил уходит огромное количество на то, чтобы собрать и публиковать материалы среди плотного графика рабочего. Поэтому обязательно поставьте колокольчик, чтобы получать мои важные материалы. Я очень для вас стараюсь. Сегодня мы с вами поговорим о внутриматочной системе Мирена, внутриматочной спирали Мирена. Вопросов традиционно много. Зачем? Для чего? Почему так дорого стоит? И стоит ли вообще к этому методу лечения и контрацепции обращаться? Смотрите, внутриматочная система Мирена содержит в своем составе контейнер с гормоном. Вот так выглядит эта спираль. Вот она, эта штука. Она вводится в полость матки. Именно вот эта часть. Это все проводник для введения. Она вводится в полость матки. И из этого контейнера ежедневно выделяется прогестерон. Это гормон, который блокирует рост эндометрия, блокирует рост слизистой внутри матки. Соответственно, нет слизистой внутри матки, нет никаких условий для прикрепления плодного яйца, нет никаких условий для кровотечений, для обильных менструаций, для роста полипов, для роста гиперплазии эндометрия, для разных процессов эндометрии, которые могут дать проблему кровотечения, полип или какую-то другую историю. Посмотрите, вот здесь я сохранила на экране монитора картинку, ультразвуковое исследование. Вот это матка, вот это мешок, а в полости матки плодное яйцо. Это плодное яйцо, то есть вот он эндометрий, вот то, что внутри матки, а вот здесь плодное яйцо. И мы с вами вот эту спираль, естественно, когда женщина не беременная, вводим в полость матки, и в матку у нас попадает именно вот эта часть спирали. И она вырабатывает, выделяет гормоны, которые поступают только внутрь матки, только на слизистую. Только на слизистую, блокируя рост этой слизистой. И, соответственно, эта слизистая эндометрия не увеличивается, не утолщается, не растет. И, соответственно, мы решаем кое-какие вопросы гиперплазии, да, полипов эндометрии и так далее. А вот всегда ли это хорошо? А вот есть ли какие-то осложнения, какие-то препятствия, да, подводные камни, применение такой, казалось бы, удивительной вещи, да, как внутриматочная система, которая позволяет нам не пить гормоны через рот, чтобы получить какой-то эффект, а вводить их прямо в полость матки. Описаны системные эффекты внутриматочной спирали, то есть эффекты действия на весь организм. Часто бывает прибавка массы тела, нарушение настроения, сыплются волосы, отеки появляются. И самое главное, частая жалоба это появление в фолликулярных кис на яичниках, жидкостных образований на яичниках. Кстати, есть на моем канале ролик про кисты, посмотрите, кому это интересно. Фолликулярные кисты, как правило, проходят самостоятельно, но приходится за этим наблюдать. И боль иногда возникает, и риски кровотечения возникают, если это киста лопнула, да, все бывает. То есть чудес, как говорится, нет, и сыр бесплатный бывает только в мышеловке. И да, мирена может иметь системный эффект. Это хороший способ контрацепции, потому что мирена препятствует проникновению сперматозоидов в полость матки, сгущая шеечную слизь. Вот здесь у нас есть шейка матки. И шейка матки закрывается этой шеечной слизью, и, соответственно, сперматозоиды туда не проникают. Это хорошо, это замечательно, но есть вот системные эффекты, да, и от мирена бывают какие-то проблемы. Вот, что касаемо применения мирены при гиперплазии, полипах, эндометрии, обильных менструациях, кровотечениях и так далее. Может иметь место, и действительно, очень многим женщинам это помогло сохранить матку, спасти от операции, да, спасти от выскабливания, от удаления матки. Многим помогло, но мы должны понимать с вами, что и гиперплазия эндометрия, и полип эндометрия, это что? Это следствие каких-то патологических процессов. И в данном случае мирена, это как в бочку затычка, да, пробка, пробка, которая просто высушивает этот эндометрий. А в перспективе-то все ведь может повториться. И если у нас есть причины, которые привели к формированию гиперплазии эндометрия, то мирена на эти причины не работает. Она просто высушивает этот эндометрий, она его истончает. Поэтому если гиперплазия, например, возникла, следствие избытка эстрогенов или нарушение баланса эстрогенов и прогестерона, что мы можем с вами не заметить? Образование в молочных железах могут на этом фоне быть, рост миом, может быть, онкология и так далее. Мы миреной решили проблему только в эндометрии. А дальше что? А что в других местах, где эти эстрогены имеют приложение, да, неизвестно. Плюс мирена не лечит воспаление. А очень часто, и мы с вами говорили, при гиперплазии эндометрия, и есть, кстати, ролик интересный на канале, именно воспаление играет роль, большую роль в патогенезе именно гиперплазии, в патогенезе именно патологии эндометрия. И мирена воспаление не лечит. И, соответственно, кровенистые выделения, мажущие, бесконечные, ациклические, раз в месяц, раз в две недели, непонятно, не имеющие отношения к менструации, в этом случае будут. И женщина, бегая с выделениями, с мажущими, а что же мне делать, да, вели такую дорогую спираль, вроде как в надежде на то, что кровотечение остановится, эндометрия придет в порядок, а она все равно, значит, не работает. Ищем причину в воспалительном процессе. Вот такие истории, мои хорошие. То есть, мирена есть в нашем арсенале. Это хороший способ контрацепции и решает некоторые вопросы в плане патологии эндометрия. Но на большее она не способна. Поэтому очень четко оценивайте показания и противопоказания. Советуйтесь с докторами, приходите на мои дистанционные консультации, если действительно нужен мой совет. Приезжайте в Ярославль, в медицинский центр «Гармония». Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не со мной. Ну и приходите в Инстаграм. Очень много полезной информации по женскому здоровью. Ну и до встречи в новых роликах. Здоровья вам и всего хорошего!